Модернизация системы водоснабжения принесла засуху в деревне Пурка Павловского района. Раньше там была старая водонапорная башня, она подтекала. Вода переливалась даже через верх, но воду в систему она худо-бедно подавала. И вот в начале лета там установили новую водонапорную башню с новыми насосами. Выглядит отлично. Одна проблема – воды нет. Новая башня, которая была установлена в начале июня. Вот здесь башня теплая, она нагревается от солнышка, не потеет, воды в ней по звуку нет. А вот здесь она холодная, вот примерно до этого уровня. То есть тут вот, вот здесь уже теплая, здесь холодная. То есть вот уровень воды. Объяснено, видимо, отсутствием воды в роднике. Но почему со старой башней все-таки было, а в новую не хватает, для меня загадка. Мы сейчас находимся возле старой башни. Еще несколько недель назад она функционировала, из нее периодически ночью бил фонтан воды. Зимой здесь был знаменитый Пухский водопад, огромное налить на дороге. Такая же автомобиль истаскивала. Вода не очень хорошо, но все-таки была. Мы надеялись, что после установки новой башни будет все хорошо, и вода будет у нас всегда. Но, к сожалению, после установки новой башни стало значительно хуже. Получилось так, как получилось. Старая башня разрезанная, лежит, а мы без воды. Ну, это не то, что обидно, это просто вообще недопустимо, я считаю, сделать какие-то работы безрезультатно. Это уже не первое вложение жителей в проблему водоснабжения, уже не первое. То есть мы уже насос дополнительный нам выделяли, опять мы деньги тоже собирали с домов, чтобы трубопровод там протянуть к этому новому насосу. И, тем не менее, ВОЗ и ныне там. Вот уже в течение недели здесь нет воды. Что в этой колонке, что у меня дома, воды нет. Нам постоянно ссылаются на то, что у нас нет технических возможностей, что у нас аномальная жара, что у нас не справляется родник. Ну, то есть нам постоянно находят какие-то отговорки, которые, ну, как бы, должны, наверное, как-то сработать. Есть вода заведена в дом, за это заплачены деньги. Квитанции приходят стабильно, без опозданий. Они оплачиваются, а воды нет. Замучились. И поливать хочется, и растения, которые мы тоже за деньги покупали, сажали, вкладывали силы, труд свой. Всё вянет, всё умирает. Очень жалко. Родники у нас здесь есть, река есть, вот озёра в лугах заливных, пожалуйста, везде есть. И в них есть вода. Но у нас воды в домах нет. Люди заказывали подвоз воды, который осуществлять водоканал не желает. То есть, как бы, они обязаны, они сами нам этот сервис предложили. Вот, объявления даже на столбе в доказательстве имеются. Вот. Но на сегодняшний день они не желают участвовать в проблемах населения. Почему бы главе сельской администрации не приехать сюда, ну, в Азике, на котором он ездит, не встать и не сказать, собирать мне канистры, я не знаю, вёдра. Я вам всё привезу. Но его даже сейчас здесь нет. И мы его не видим здесь. Он с этой проблемой приезжает мимо и всё. Он живёт в другой деревне вообще. А, он в другой деревне. У него вода есть. У него есть. У него всё хорошо. С главой района мы лично встретиться тоже не смогли. Разговаривали по телефону. Он заявил, что во всём виноваты сами жители. Такого потребления, по его словам, родники просто не выдерживают. Девять родников ограничен. Народ столько берёт воды, что её не хватает. Всё. У меня всё. И другого не приятно. Если мы качали из моря, из океана, из реки, из скважины, вопросов нет. Дело не в насосе, дело не в башне. Дело в дефиците воды. Род народ потребляет такую. Их 120 домов в Пурке, 56 домов в Крюше. А родники у них как есть одни, так и есть. Вся вода до капли подаётся в сеть. Остаётся только её. Совесть иметь некоторым. Бассейн не наливать, яблони не поливать, картофель не поливать. Делать только самое необходимое, чтобы все были справедливо обеспечены. Скажите, а почему башня... Ничего здесь не поделаешь. Башня тогда почему пустая? Чего? Почему башня сейчас пустая? Чего, почему? Башня почему пустая сейчас? В башне воды нет. Связь плохая, я во враге. Башня, я говорю, почему пустая у вас сейчас? Езжать в водоканал, вам всё... Мы были около родника, откуда питается новая водонапорная башня. Там вода, извините меня, шумит, дай боже. Ай, смотри, течёт. Это родник пацану. Вода шумит, течёт. Вон, напор-то какой. То есть, в данном случае, мы же никуда её не деваем, так как она прежде поступает, опять в ту же самую деревню, никуда она не девается. Она просто не успевает поступать в поднапорную башню, потому что разбирается ещё до этого. Поднапорная башня, как вы понимаете, стоит в самой верхней точке. Вот до верхней точки вода даже не успевает подниматься до той поры, когда её уже разбирают. Девять родников пока не хватает. Родники есть, родники есть, чего я не могу сказать. То ли это условия такие, что воды там, допустим, мало, то ли ещё чего-то. Ну, ничего бы там не меняли. Кстати, как сообщили нам в Павловском водоканале, в качестве экстренной меры они сделали временную ветку до родников в соседнем населённом пункте и будут дополнительно забирать воду оттуда. Это должно решить проблему на период засухи и жары.